МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будет ли он взаимодействовать с крупными предприятиями и, конечно, меры господдержки предпринимателям. Главная новость для бизнесменов – изменение формата целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Курировать их дела в Красноярском крае отныне станут муниципалитеты. А уже по результатам этой работы край будет выделять деньги в районы. Лучше показатели – больше средств на развитие. Таким образом, говорят власти, поддержка станет более адресной. Муниципалитеты, конечно, как никто знает, я думаю, свой малый и средний бизнес. Они знают, где и как лучше помогать, чтобы это было эффективнее. И в этом смысле мы будем проводить обязательно рейтинг наших городов и районов, кто как работает с малым и средним бизнесом. Еще одно новое направление – помощь фирмам, отправляющим свою продукцию за пределы края или даже страны. Для этого уже создан Центр поддержки экспортно-ориентированных малых и средних предприятий. Его специалисты будут помогать бизнесменам в организации поездок за рубеж или страхований контрактов или исков. В связи с вступлением России в ВТО мы, к сожалению, теперь уже не можем оказывать прямые меры поддержки, например, на субсидирование затрат при получении кредитов на экспорт продукции и так далее. Это запрещено. Но вместе с тем во всем мире и у нас тоже активно развиваются непрямые меры финансовой поддержки, то есть через помощь в выстраивании связи с покупателями экспортной продукции. А для того, чтобы малый и средний бизнес в крае развивался максимально эффективно, одной лишь государственной поддержки недостаточно уверены члены комиссии. Предпринимателям нужно сотрудничать и с крупными предприятиями, и в этом краевые власти готовы послужить своего рода мостом. Как правило, собственники крупных компаний находятся за пределами Красноярского края. И малому и среднему бизнесу выйти на самый высокий уровень для проведения консультаций, последующего заключения договоров, он более проблематичен, нежели это уровень губернатора Красноярского края, заместителей губернатора, которые в состоянии организовать такой диалог. Долгосрочная целевая программа уже доказала свою эффективность. Объем инвестиций в малый и средний бизнес в Красноярском крае растет с каждым годом. У нас в Красноярском крае, если считать на душу населения, превышает среднероссийский на 130%. Я считаю, это основная заслуга данной программы, потому что практически все денежные средства, которые идут в финансирование по линии Российской Федерации, региона, они все вкладываются в инвестиции малыми предприятиями. Новая подпрограмма субсидирования предприятий малого и среднего бизнеса уже утверждена и начнет действовать со следующего года. Остается лишь определиться с идеей, и можно открывать свое дело. Александр Ловицкий, Максим Галат. Новости.